Всем привет! Смотрите, как исправить ошибку жесткого диска, параметр задан неверно. Как достать файл из диска при возникновении данной ошибки? Ошибка, параметр задан неверно, может возникнуть на компьютере в самый непредсказуемый момент. При этом доступ к файлам, которые хранились на диске, будет утерян. В таком случае нужно точно знать, что делать, чтобы вовсе не потерять важные данные. Как исправить ошибку и как вернуть доступ к файлам. Сообщение параметр задан неверно обычно появляется при попытке доступа или изменения файла на локальных жестких дисках, USB накопителях и внешних жестких дисках. Также она может появиться при попытке открыть файл или отформатировать диск. Определить причину возникновения довольно сложно. Неисправность может быть связана с разъемом на материнской плате компьютера, портом накопителя, поврежденной файловой системой или неисправным диском. Что касается исправления, есть несколько методов, которые могут помочь избавиться от ошибки, получить доступ к файлам и восстановить нужные данные. Некоторые из методов исправления могут повлечь за собой затирание диска, поэтому для начала рекомендуется восстановить данные с этого накопителя. Если вам срочно нужно восстановить данные после возникновения данной ошибки, воспользуйтесь программой Hetman Partition Recovery. Программа поможет восстановить данные жестких дисков и внешних накопителей. Поможет вернуть данные в результате случайного удаления, форматирования, системных сбоев и повреждения файловой системы. Это универсальный инструмент для успешного решения проблем с потерей данных. Включая ошибку, параметр задан неверно. Скачайте и установите программу на свой компьютер, а затем запустите ее. В менеджере определите накопитель, с которого нужно восстановить данные. Здесь вы увидите всю доступную информацию о диске. Для запуска процесса восстановления кликните по диску правой кнопкой мыши и выберите «Открыть». Далее укажите тип анализа, быстрое сканирование или полный анализ. Для начала рекомендуется выполнить быстрое сканирование. Оно поможет найти файлы в большинстве несложных ситуаций. В результате программа мгновенно просканирует диск и отобразит все найденные файлы и папки. Далее перейдите в папку, где хранились файлы, которые нужно вернуть. Выделите их. Далее укажите место, куда сохранить файлы, диск и папку. А после нажмите «Восстановить» еще раз. По завершении все файлы будут лежать в ранее указанной папке. Для удобства вы сможете воспользоваться функцией поиска. Здесь нужно указать имя файла, после чего программа выведет все файлы, что ей удалось найти на диске. Далее нужно лишь восстановить их. Если программе не удалось найти нужных файлов, выполните полный анализ. Для этого вернитесь в главное меню, кликните по диску правой кнопкой мыши «Проанализировать заново». Полный анализ. Укажите файлов в систему. Далее. Процесс полного анализа займет больше времени. Это зависит от объема и состояния накопителя. По завершении перейдите в папку, где хранились файлы, которые нужно вернуть. Отметьте их. И кликните по кнопке «Восстановить». По завершении все файлы будут лежать в ранее указанной папке. А теперь давайте разберем несколько методов, как исправить ошибку. Для начала проверьте подключение диска к компьютеру. Убедитесь, что USB кабель и USB порты не повреждены. Подключите внешний жесткий диск к одному из USB портов на материнской плате. Попробуйте использовать другие USB кабели. И проверьте, сохраняется ли ошибка. Следующий метод исправления – настройка параметра десятичного разделителя. В разных языках в качестве десятичной точки используются разные символы. Например, во французском языке запятая предоставляет собой десятичную точку, тогда как в английском она представлена точкой. Ваша десятичная точка могла случайно измениться на запятую из-за установки некоторых сторонних приложений. Откройте панель управления. Регион. В открывшемся окне перейдите в дополнительные настройки. В строке «Десятичный разделитель» убедитесь, что установлено следующее значение. То есть загрузите компьютер и попробуйте снова открыть диск. Следующий метод исправления заключается в изменении реестра. Здесь главное – точно следовать инструкции, так как неправильные действия могут повлечь за собой проблемы в работе системы. Для запуска реестра нажмите сочетание клавиш Windows Plus R и введите RegEdit. Затем перейдите по пути HKLocalMachine Software Microsoft Windows Update UX. Справа вы видите параметр с таким именем. Кликните по нему правой кнопкой мыши и измените значение с единицы на 0. Ок. Затем перезагрузите компьютер и проверьте наличие ошибки с диском. Если ошибка не исчезла, откройте реестр и перейдите по пути HKLocalMachine Software Policies Microsoft System Certificate. Справа кликните правой кнопкой мыши по пустому месту. Создать параметр DWORD 32 бита. Присвольте ему следующее имя. И установите значение 1. Ок. Перезагрузите систему и проверьте удалось ли исправить проблему. Затем рекомендуется проверить диск на наличие ошибок с помощью утилиты CheckDisk. Команда CheckDisk проверит исправить ошибки файловой системы. Запустите командную строку от имени администратора. Затем выполните следующую команду. Здесь нужно указать букву диска, на котором возникла ошибка. В процессе Windows попытается исправить все повреждения файловой системы на диске. По завершении процесса перезагрузите компьютер и проверьте, исчезла ли ошибка. Также данная ошибка может возникать при повреждении файловой системы. Для исправления воспользуйтесь встроенными утилитами SFC и DSM, которые помогут восстановить целостность системных файлов. В командной строке выполните следующую команду. И затем следующую, SFC ScanNow. Дождите завершения сканирования. При наличии поврежденных файлов, Windows попытается их восстановить автоматически. Также рекомендуется проверить и обновить драйвера для накопителя. Для этого кликните по меню Boost правой кнопкой мыши «Управление дисками». Правой кнопкой по накопителю «Свойства». В открывшемся окне вкладка «Драйверы». Обновить драйвер. Выберите автоматический поиск обновленных драйверов. В результате Windows найдет последнюю версию этого драйвера. Убедитесь, что ПК подключен к интернету. Повторите эти шаги для всех дисков. Затем перезагрузите компьютер и попробуйте снова открыть накопитель. Если ошибка связана с неправильным форматом или типом файловой системы, одним из решений может быть переформатирование диска. Но в таком случае все данные, которые хранятся на диске, будут удалены. Поэтому рекомендуется сделать его резервную копию или снять образ диска. Для создания образа можете воспользоваться программой Hetman Partition Recovery. Это поможет в дальнейшем вернуть затертые файлы. Для создания образа накопителя в программе выделите нужный и нажмите кнопку «Сохранить диск». Для сохранения образа у вас должно быть достаточно свободного места. Выберите место, куда сохранить образ. Далее вы сможете загрузить образ в программу и после сканирования вернуть свои файлы. Монтировать диск. Проводить кнопкой мыши «Открыть». Быстрое сканирование. После чего он появится в программе. Отметить нужные файлы и восстановить. Итак, для форматирования откройте управление дисками. Удалите все разделы на проблемном диске. Если некоторые из разделов не удаляются, лучше это сделать с помощью утилиты «Диск Парк». Откройте командную строку от имени администратора. Затем выполните команду «Диск Парк» для запуска утилиты. «Лиск Диск» для вывода подключенных накопителей. И для выбора нужного «Селект Диск» с его номером. А затем команду «Клин» для очистки всех разделов диска. После можете снова вернуться в управление дисками для форматирования накопителя. Для этого нажмите правой кнопкой мыши по диску «Форматировать». Далее убедитесь, что выбрана нужная файловая система. Начать. После форматирования проверьте, удастся ли его открыть без ошибки. Как видите, ошибку параметр задан неверно, можно исправить. Выполнив представленные рекомендации. А программа для восстановления данных поможет сохранить информацию, если форматирование – единственный способ исправить диск. Также не забывайте о резервном копировании важных данных. Это обезопасит вас от потери важных файлов в подобных случаях. А на этом все. Надеюсь, данное видео было полезно для вас. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Продолжение следует...